Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин. Давно мы не виделись на просторах интернета, да, заработался, загулялся. Но вот решил я зайти на YouTube, посмотреть тренды и там бодипозитив. И сегодня как раз хотелось бы с вами поговорить, основываясь на ролике про бодипозитив с хэштегом со мной все так, разобрать данную ситуацию, возможно даже проблему. Но перед тем, как я заведусь в прекраснейшем монологе, давайте посмотрим основные моменты из данного ролика. Да, у меня целлюлит, у меня растяжки и шрамы, кривые зубы, нос с горбинкой, ожоги на теле, необычные уши, родимое пятно на лице, светлые брови и ресницы, темная кожа, нет ноги. Почему где-то может быть написано, что мое тело не соответствует стандартам? Кто придумал стандарты, когда нас три с половиной миллиарда разных, сильных, умных, прекрасных? Какой бы была моя жизнь, если бы надо мной не издевались и не тыкали пальцем вслед, потому что я лысая? Какой счастливой бы я была, если бы еще тогда осознала, что внешность не характеризует меня как человека? Со мной все так. Ну что, я надеюсь, вы поняли посыл данного видео, а теперь позвольте мне высказать сугубо мое личное мнение. Сразу хочу сказать, я не собираюсь никого оскорблять, я не критикую, просто высказываю мнение. Вы можете со мной согласиться, а можете не согласиться. Так же, как вы можете согласиться с видеороликом про бодипозитив, так вы можете и не согласиться. Ну, перейдем к моему мнению, ведь это мой видеоблог, мой канал и сейчас это мрачный подкаст. Так вот, я считаю, что пропаганда бодипозитива это фигня для детей, это фигня для людей, у которых не хватает силы духа. И это просто ширма, за которой люди прячутся. Ведь посмотрите на женщин, которые в этом ролике, посмотрите, как они выглядят и что они говорят. Да, есть из них вот лысая женщина, есть женщина без ноги, есть женщина с ожогами на все тело, но также большая часть из женщин, которых мы видим, они в достаточно плохой физической форме. И смотрите, что я хочу донести данным роликам, что уже говорили тысячу раз на просторах интернета, ютуба, да и, наверное, на каждой кухне об этом говорили. Если ты, как в этом ролике, говоришь, что мое тело это мой храм и оно дает мне жизнь, и я делаю с ним все, что захочу, то нет, ты молодец, ты можешь со своим телом делать все, что ты захочешь. Можешь протыкать его ножами, палками, вилками, можешь сжигать его, можешь употреблять столько алкоголя, что у тебя сядет печень, что ты сожжешь себе желудок. Но не нужно пропагандировать образ жизни, в котором тебе наплевать на тело и наплевать на то, как ты выглядишь, мол, на самом деле ты счастье в другом, на самом деле счастье в том, что у нас внутри, в нашем мире. Но, во-первых, получается ваш мир не такой большой, как хотелось бы, раз вы загоняете себя в рамки вот такого движения бодипозитива. И в данном ролике хотя бы нету волосатых подмышек, но вот эти фразы, у меня кривые зубы, у меня целлюлит, так избавься от этого, мы живем в 21 веке, зубы можно исправить, и ведь кривые зубы это не просто неприятный внешний вид, нет, это нагрузка на челюсть, это неправильный прикус, это боли, целлюлит, это не то чтобы некрасиво, это болезненное состояние кожи, излишний вес, он давит на суставы, он давит на скелет, а также заставляет твое сердце работать усерднее, и из-за этого шанс получить инфаркт или инсульт у тебя намного больше, а также, ну я не знаю, заболеть сахарным диабетом, например, очень невеселой болезнью, да и вообще в принципе от излишка веса слишком много болячек, да так же как и когда у тебя не хватает веса, когда ты выглядишь как скелет, и не нужно прятаться за ширмой, что ну вот мы решили так жить, не осуждайте нас, идеалов нету, да идеалов нету, ну как нету, вот, есть идеал, точнее идеал стремится ко мне, а все пытаются стремиться к идеалу, эгоцентричная, ироничная шутка дурацкая видимо не зайдет вам, не суть, я к чему, если ты весь такой сильный человек духом, то не кричи о том, что ты сильный человек духом, просто будь сильным человеком, исправляй неудачи в жизни, тебя гнобили, но абстрагируйся и стань успешным благодаря мозгам, исправь свое толстое тело на нормальное, или исправь свое худое тело на нормальное, ожоги, ну окей, хорошо, не обращай внимания на имбецилов, которые тыкают с тебя пальцем, отойди из этого социума, найди себе другое общество, в чем проблема, зачем кричать об этом, вот у меня есть небольшое пузико сейчас, от которого я безуспешно пока что пытаюсь избавиться, но я не кричу о том, что бозипозитив, принимайте меня таким, каков я есть, мы в обществе живем, если бы мы были бы животными, то будь мы без ног, или слишком худыми, слишком тонкими, или просто покалеченными, мы бы не выжили, и то, что люди сейчас могут пользоваться телефонами, это нас далеко от животных не отделяет, хватит пудрить себе и другим мозги, хватит выставлять свои несовершенства на показ, этим самым, этим самым вы просите общество себя пожалеть, а жалость это, ну, низменное проявление внимания, и желание жалости это низменное чувство, то есть вы такими роликами подтверждаете, что вы убоги, вы уж простите меня, вы сами это показываете, не нужно таких движений, например, я не против геев, но когда геи устраивают парады, и не просто, что смотрите, мы есть, а мы требуем, ну вы жалкие, просто будьте и все, ведь качки не устраивают забастовки, парады и видео, что их считают тупыми, нет, они прекрасно себя чувствуют, они абстрагировались от этого, и вы сделаете так же, будьте сильными людьми, и не в плане мышц, ну и занимайтесь своим телом, а то умрете раньше, чем произойдет что-нибудь интересное для вас, что еще не произошло, ну а также подписывайтесь на этот канал, ох, как я закрутил, в общем, ребят, что хотелось бы сказать, не реагируйте на такие пропаганды, потому что я прекрасно понимаю, как зритель может на это отреагировать, не бомбите на это, не придерживайтесь этому мнению, думайте всегда своей головой, критично смотрите на все мысли, которые излагают люди вокруг вас, даже если это вы вчера, все время анализируйте, на этом все, если вам понравилось, как я уже сказал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, ваша поддержка, это очень хорошо для меня, да и вам, я думаю, приятно знать, что вы сделали кому-то приятно, и он вас за это любит, дистанционно, так сказать, в общем, не будьте нормальными, будьте рациональными, долой все странные движения, всем спасибо, всем дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok,